итак здравствуйте снова с вами я игорь чернуха вот и урок номер два сегодня он немножко посложней уже с аккордами уже будем мы играть аккорды всеми известными ля минор фа мажор не полный вот полный фа мажор а это как бы не полный многие бары не умеют просто брать и поэтому как раз вам хорошо ре минор и ми мажор вот на этих четырех аккордах мы сегодня разучим новую мелодию очень красивая мелодия и как раз для начинающих то есть эту мелодию вы буквально тоже выучите дня за два вот на том уроке на первом моем уроке мы изучали вот эту мелодию вы только купили гитару пришли домой вот как бы учили но я ее полностью играть не буду вот мы приступим сразу же ко второму уроку сразу уже с разучивание новых для вас аккордов и так подписывайтесь на мой канал будете подписываться на мой канал чем больше подписчиков тем больше легких уроков где каждый сможет сыграть на гитаре я вам преподам значит если вы не забыли это у нас 1 лад 2 3 если вы не забыли это у нас первая страна 2 3 4 5 6 если кто-то что-то не помнит смотрите мой первый урок на моем канале вот видео называется для самых новичков гитаристов найдете очень зайдете на мой канал и найдете итак сегодня у нас старая мелодия очень красивая и что мы делаем мы уже сегодня начинаем изучать аккорды первый аккорд вот такой вот всем известны и любимый ля минор или по-другому он еще называется а м когда вы будете смотреть в песенках сверху над словами будет написано а м а большая и буква маленькая вот это и есть а м всенародие он называется ля минор что мы сделаем с этим аккордом на первом ладу первый лад мы зажимаем вторую струну указательным пальцем левой руки зажали на втором ладу мы зажимаем безымянным пальцем вторую струну и средним пальцем четвертую струну ой на втором ладу третью струну и на втором же ладу средним пальцем четвертую струну то есть смотрите еще раз объясняю первый лад указательный палец вторая струна второй лад безымянный палец третья струна и средний палец четвертая струна первую струну я здесь не зажимаю вторая струна первый лад на втором ладу третья струна и четвертая взяли этот аккорд что мы делаем правой рукой играем перебор очень простой очень простой всего играем четвертая большим пальцем указательным третья среднем вторая и указателем опять третье получается у нас такой перебор вот такой вот аккорд ля минор перебор перебор такой дальше мы не отпускаем указательный палец держим его на месте эти два пальца отпускаем указательный держим на месте зажимаем на втором ладу средним пальцем третью струну а на третьем ладу безымянный пальцем четвертую струну получается аккорд фа мажор неполный первый лад вторая струна указательный палец второй лад третья струна средний палец и третий лад четвертая струна безымянный палец и играем перебор точно такой же точно такой же большой палец четвертая струна указательный палец третья струна средний палец вторая струна указательный третья струна и такой же самый перебор повторили эти два аккорда поиграли минут пять поиграли молодцы дальше не отпуская среднего пальца вот эти два пальца мы отпускаем и получается у нас вот такой вот аккорд вот такой вот смотрите на втором ладу всего лишь третья струна а остальные все открытые струны холостые средним пальцем третья струна и играем такой же самый перебор повторили три аккорда дальше четвертый аккорд четвертый аккорд на первом ладу третья струна указательный палец на втором ладу четвертая струна четвертая струна средний палец получается такой вот ми мажор не полный тоже полный вот он а это не полный еще раз первый лад третья струна указательный палец второй лад четвертая струна средний палец и играем так же самый перебор большой палец четвертая струна указательный третья струна средний вторая струна указательный третья струна такой же самый перебор четвертая третья вторая третья четвертая третья вторая третья ни в коем случае не играйте это вот так вот И одним пальцем Играйте тремя пальцами Вот у вас три пальца Большой, указательный, средний Итак Теперь повторим Этот утюд Между прочим очень красивый Даже какая-то песня есть На таких аккордах Поехали Все видно? Подальше вот В общем-то мелодия очень красивая Значит Поиграли вы, поиграли Устали Вернулись к тому упражнению Что на том уроке я К этому Ну я по одному разу сейчас сыграл А там по два раза Так И снова к новому Сегодняшнему занятию Вернулись Сперва играйте Конечно медленно Ни в коем случае Никогда не спешите Не бегите там У вас получится каша Играйте Чтоб у вас отчетливо Каждую струну Было слышно Бас Сперва медленно Потом убыстрели Достигли вы совершенства Чувствуете, что уже играете Так как я Нормально Все нормально Пошла вторая часть у нас Вторая часть у нас Первые два аккорда Те же самые Но только перебор меняется И здесь у вас Получается Новый перебор Вы изучите Новое арпеджио Ломаное арпеджио Называется Почему ломаное Потому что оно Неровное Вот это вот Допустим Первое было ровное Это тоже ровное А это ломаное Почему ломаное Потому что Оно Немножко сложноватое Будет для вас Но аккорды Первые два аккорда Вот этот Для минор И фа мажор Они будут Те же самые Поэтому я их показывать Вам снова Эти аккорды не буду На начало видео Перемотайте И посмотрите Я просто расскажу Какой здесь перебор Четвертая струна Также остается За басовой Басовая струна А пальцы Вот эти вот Пальцы Будут играть Такой перебор Но он Чем хорошо запоминается Что вы все время Будете возвращаться На третью струну То есть Четвертая Третья Вторая Третья Первая Третья Вторая Третья Еще раз Значит что Если в первой части Мы первую струну Не трогали То во второй части Задействована Первая струна И так Теперь Медленно То есть На аккорд этот Держим Ля минор Вот этот аккорд Держим Ля минор Держим его Не отпускаем А здесь Играем мы Этот Хитрый переборчик Кстати он Для вас новый Большой палец Четвертая струна Указательный Третья Средний палец Вторая струна Указательный Опять Третья Первая Безымянный палец Первая струна Указательный Третья То есть Четвертая Третья Вторая Третья Первая Третья И потом в конце Опять Средний палец Вторая струна И указательный Третья Ну в общем Каждый палец На своей струне играет Опять мы вернулись к той позиции Где каждый палец играет свою струну Безымян играет Первую струну Средний играет вторую струну Указатель играет третью Большой палец играет четвертую Бас Получается вот такой перебор Аккорд второй Так же как в первой части Фа мажор Неполный И опять тот же самый перебор И повторим эти два аккорда А теперь соединяем С первой частью Три, четыре Два раза Заиграем еще раз Пошла вторая часть И дальше Мы берем новый аккорд Из серии Болотной Называется он Ре минор Или дм Значит так Этот аккорд можно брать В разных позициях Можно брать вот так вот А можно брать вот так вот Когда вот так вот берете Вы это делаете Для будущих добавок Пальцем Ну хотя я могу и вот так добавлять А когда вот так вот То вы можете Добавку делать первой струне То есть Получается Ну сегодня мы изучим его В такой позиции Вот Значит Первый лад Указательный палец Первая струна Второй лад Средний палец Третья струна И третий лад Безымянный палец Вторая струна Аккорд Ре минор ДМ Внимательно смотрим Первый лад Первая струна Указательный палец Второй лад Третья струна Средний палец Третий лад Вторая струна Безымянный палец Перебор Играется Тот же самый Вы уже наверное забыли Да То есть Четвертая Третья Вторая Третья Первая Третья Вторая Третья Повторили эти три аккорда И четвертый аккорд У нас Как в первой части Вот он Как в первой части Первый лад Третья струна Указательный палец Второй лад Четвертая Струна Средний палец Перебор Остается Тот же Самый Четвертая Третья Вторая Третья Первая Третья Вторая Третья Повторили мы Вторую часть Полностью Сыграли ее Два раза Получается Вы уже знаете Две части Соединяем Две части Полностью Вторая часть Вторая часть Ну что вы думали все Нет Тут есть еще и третья часть Третья часть Тоже по другому Совсем играются Аккорд остается Опять же Ля минор Тот же самый АМ Но перебор здесь Ломаный арпеджио Как во второй части Но бас Меняется Бас получается Здесь уже не четвертая А бас пятая Большой палец Пятая струна Указательный Третья струна Средний Вторая Указательный Третья Безымянный Первая Ой Ладно Заново Пятая Третья Вторая Третья Первая Третья Вторая В общем перебор Остается как во второй части Только бас Меняется Получается бас Фа мажор Так же остается И добавляется новый аккорд Который называется До мажор А в песенниках пишется С Буква С русская Английская Или С Или как то там Я немецкий вообще учил Вот он В народе его называют Лесенка Или еще как то До мажор Значит что Сложновательный аккордик Для вас будет Потому что Он на три лада Ну как вот в принципе ДМ тоже на три лада Но это вот такой вот аккорд А как он легко берется Вот допустим Вот Для тех кто немножко играет Вот аэм Потом палец подняли И на пятую струну Но для новичков Я объясняю Первый лад Указательный палец Вторая струна Второй лад Средний палец Четвертая струна Третий лад Безымянный палец Пятая струна До мажор Аккорд С Еще раз Первый лад Указательный Вторая струна Второй лад Средний Четвертая струна Третий лад Безымянный Пятая струна Аккорд до мажор Перебор остается Как в первом аккорде Бас пятая А арпеджио Остается такое же Ломанное Пятая Третья Вторая Третья Первая Третья Вторая Третья Еще раз Пятая Третья Вторая Третья Первая Третья Вторая Третья Повторили Третью часть Эти три аккорда Полностью полный ми мажор легко и просто брать вот для минору вот так вот берете поднимаете каждый палец на каждую струну выше и берете получается не мажор значит что у нас для новичков объясняю 1 лад указательный 3 струна 2 лад безымянный 4 струна и 2 же лад средний 5 струна ми мажор в песенниках пишется буква е е ми мажор для минор вот он ми мажор вот он такой же самый но только на каждую струну выше вот и здесь мы играем не перебор а просто три удара вниз и так третья часть играю полностью еще раз вот это новое произведение такое чудик косинка вот которые хорошо если изучить вообще в компаниях очень играется и все уже слушают как уже как угол человек играть ничего себе круто играет в общем я вам полностью сыграю полностью это произведение назовите его как хотите этюд но это я чисто для разработки пальчиков вообще называется этюд песня вот и так полностью играю самого начала так заново поехали заново а а а Субтитры сделал DimaTorzok Потом можете первую часть снова сыграть Ну и в конце первый аккорд берем и просто В общем красивая очень мелодия И так значит выучив мои два урока Вы уже знаете две мелодии Сыграю первую мелодию и вторую полностью Субтитры сделал DimaTorzok Эта мелодия в разборе моего обучающего первого видео В общем у меня есть видео Я перед этим видео закинул песню называется Последний месяц сентября И перед этой песней видео называется Видео для самых-самых начинающих В общем там еще я приписал Что эту мелодию выучит любой за два дня Да действительно это легкая мелодия В общем кому интересно Заходите на мой канал Подписывайтесь обязательно Ставьте лайки Ставьте свои комментарии Своё мнение И изучайте эту мелодию Очень красиво А вторая мелодия сегодняшняя Да Вот Уже с аккордами Уже посложнее Я её тоже сейчас вам быстренько сыграю Субтитры сделал DimaTorzok Вот Многие из вас просят Почему Надо брать этот аккорд А если Вот эта струна не играется А ребятки дорогие мои Приучайтесь сразу же брать полные аккорды Если вы сейчас начнете этот аккорд так брать Все равно вам когда-нибудь придется До мажор брать полностью Да Мы здесь его берем полностью Но мы играем Пятое, третье Второе, третье Первое, третье Второе, третье Мы Вот эту четвертую не играем Но В будущем Вы будете этот аккорд играть И вам надо его полностью Кстати это не полностью Полностью вот он так вот берется То есть басами вот То есть еще и вот так вот А этот аккорд мы берем вот так вот Чтобы вы сразу приучали руку К этому до мажору Потому что в дальнейшем он там Он еще может с добавочками играться То есть я добавочки делаю Так что сразу же старайтесь этот аккорд Полностью учиться брать Вот так, ладно, до свидания С вами был Игорь Чернуха Обязательно подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, пишите свои комментарии Задавайте мне вопросы На любые вопросы я вам отвечу И подпишусь на ваш канал До свидания, всего вам доброго